Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала «Планета Джудо». С вами Роман Карасьев. И сегодня я нахожусь на ВТНК, где в рамках международной выставки форума «Россия» в павильоне Роснефть проходят дни самбо, год 85-летия самбо. Сегодня здесь мы собрались в павильоне Роснефть на тематический дни самбо, чтобы рассказать вам об этом интересном виде спорта. Мы говорим о самой павильоне Роснефтье случайно, истинная компания выделяет большое внимание в развитии поддержки массового и профессионального спорта. С нативой строительства литовых аренов, спортивных комплексов от 2012 года компания является генеральным спонсором международной федерации самбо. За это время были проведены множество ярких чемпионатов российского и международного уровня. В этом году самбо отметила свое 20-летие. Буквально вчера 16-го дня был всероссийский день самбо. Это доказывает, что сегодня самбо являетесь боистыми нашими национальными видами спорта. Сегодня я хотела бы инвестировать нашего студента Владимира Владимировича Кусина, который в 2018 году сказал, что самбо — это не только спортивная дисциплина, это облицная система физического и графства воспитания человека, признанная облирать силу для его личности, способна достойно быть его стоять и вымуткой форму добиваться в схемах конфессии и в жизни. А сегодня на нашем обновлении дискуссии, которая называется «Самбо вчера, сегодня, завтра» будет говорить о истории и перспективах развития этого вида спорта. Хотела бы представить наших дорогих спикеров Сергей Ильич Табаков, исполнительный директор Международной Федерации «Самбо», член исполнительной Российской Федерации «Самбо», заслуженный тренер России, председатель, кандидат в педагогические науки, профессор, и Олег Вячеславович Майоров, доцент, кандидат в педагогических наук, рекламент социального генерального комитета Российского государственного университета спорта. Аплодисменты нашим спикерам. Первый вопрос я хотела задрессовать Сергею Ильичу. «Самбо» является относительно молодым видом спорта. Расскажите, пожалуйста, об истории его снижения. Где вам возникло самое интересное послужение? Вчера хотел бы сказать, что российский день «Самбо». На самом деле, уже Международная Федерация официально говорит о том, что это не сомнение «Самбо». Мы считаем, что это наш праздник всех специалистов, спортсменов, судей, управленцев, которые развивались к нам в университетах. Поэтому мы, в общем, вышли за рамки нашей страны. И считаем, что это праздник международный. Ну, говоря о том, что, как я делюсь, «Самбо» и кто является назначением, был бы не коррект, я знаю, что везет в Россию, хотя непосредственно все сомневшицы в России и в России, в Российской Федерации. Но мы говорим о том, что «Самбо» родилось в СССР. Да, родилось в СССР, то есть по духу советской эпохи. Так как мы из истории Вьетная страна находилась за железную жадность, да, и та информация, которая поступала, она достаточно была ограничена. Ну, и выделяем такие крупные фигуры, это Кросселия, Ощенков и Виктор Сферидонов. Виктор Сферидонов больше занимался фигурными асфальтами, то есть собирал одети в приемах, называл их джиу-джитсу, и, собственно говоря, делал издания, заклики, которые называл уже первую, еще в 20-м году, как называется, как раз система джиу-джитсу. Василий Ощенков, так судьба сложилась, что он попал в Японию ребенком и прошел подготовку в Катакане, то есть это очень-то некое джиу-джиу-джитсу. Получил по тому времени достаточно высокий уровень, профессиональный уровень, это второй этап, черный пояс. И, ну, собственно говоря, в последствии уже на территории России, на территории СССР, где хочет двигаться с Дальнего Востока, в Москве, и так сложилась судьба Оргона, пропагандировал этот уровень литиноборца. Но очень сложный, очень сложный процесс, когда мы пытаемся, и это тоже был более главный, основной, потому что специалисты очень много об этом спорят, говорят, что Ощенков занимался большей спортивной составляющей, а СССР занимался как раз вот этой прикладной системой, которая необходима для спецслужб. На самом деле, на самом названии «Самозащита безоружия», причем были различные названия, и сам, и самос, то есть очень много различных названий существовало в этой системе, но до 37-го года Ощенков называл «Дзюдо», так как «Распев», или как мы сегодня называем, «Олимпийский мир», и далее «Борьбовую новостейную». То есть ГТО в 32-м году, то есть, собственно говоря, это его был проект, очень видно, как «Дзюдо», и преподавал в нашем Минстите, тогда это был КЦИК, на Казахово, где сейчас раскладывается Министерство спорта, то есть, в принципе, один из наших коллег, историк, называющий «Окцарик», то есть старым названием нашего Министерства спорта, «Колыбель Само», то есть Ощенков создавал, преподавал как раз в КАЦИКе, готовил кадры, и когда начинается спор, кто больше принес переномных и ощетов, вот как раз наш коллега, Кандуров, Пустья Михайловс, который занимается историей, он говорит, «Очень легко построить грево», да, как говорится, генеологическое грево, то есть, кто наши родители, кто наши прадеды, и так далее. И вот здесь, исключает любого санбиста, который сегодня практикует, сам, кто не был тренер, кто не был тренер, и так далее. Получается, что, ну, я занимался у Суцакарова, Суцаколога Байроза, 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 Чупакова, Чупакова, у Харланга Ивана, а Харлангаев начался у Ощенкова. То есть, получается, И получается, что вот эта дерево по своей жизни, по своей видимости, конечно, она приводит к корню, к корню, к расщепке. То есть в большей степени, конечно, именно вот это направление создал для Бога, как, в общем-то, идеолог. Я считаю, что моя позиция, конечно, больше для самого сделающего. Спасибо. Получается, что самбо можно назвать нашим таким национальным видом Санкт-Петербурга? Можно назвать национальным, потому что есть, знаете, как, такие категоричные мнения. Мы взяли целиком, переделали и сейчас говорят, что придумали что-то. Но вот на этот посыл у меня есть очень такие детские договоры, что, если мы посмотрим даже хронику, есть ролики, где отщепки продают, показывают, там много проводят. Да, он сам кимоно, он люфт белых, вот косточки, судаицкие. А все его ученики, они уже в этой форме, с английской форме практически такой, который мы сегодня тренируемся. То есть, попав на территорию России, не было Натами. Натами, это, мы знаем, что в Японии это специальное покрытие просто в домах. То есть это не спортивное покрытие, а это напольное покрытие обычных японских святиграждан. Одежда, кимоно, брюки, это повседневная одежда, но в то время, сейчас она будет ближе к современному, как бы европейскому уровню, а стиле. А раньше это была обычная одежда. То есть, собственно говоря, у нас не таких покрытий не существовало, у нас такое одежда не существовало. Понятно, что советское государство, зарождающееся школьное, была французская, где-то в самом деле, по-разному. Потом классическая, потом и крестьская. Цирковая была. То есть были толстые такие матрасы, 20 сантиметров вверх, такие ковры, с сверху натянутой покрышкой. Было легко перед ботинки у ворцов. Соответственно, для того, чтобы выполнять технику подсечки и зацепки, чтобы не повредить боли. Перешение подошли сделали более лягкой. Крепу осталось. Ну и будучи. То, что, собственно говоря, были созданы в Италина с фиксированным поясом. То есть, по сути дела, произошла такая трансформация того СДО, включая те техники, которые достались нам уже, пришли и улицы для классической французской борьбы. Это получился такой плюс. Говорим, что сам выбрало всю культуру и традиции национальных бюджетных 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 бюджетных. Из туринских бюджетных 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 бю с 20-х до 60-х годов, порядка 40 лет, то есть мы боролись с собственным санглением, и за эти 40 лет, безусловно, это было очень веситом, а качество, качество было настолько серьезным, что когда советские санглисты начали выступать на международной арене в суду, когда уже в преддверии 64-го года понимали, что задумывается программа «Аллипийский выбор». В 62-м году советские санглисты выехали из Чехарской Европы и сходу заняли третье командное место. На следующий год они уже заняли первое командное место. В 64-м году на Олимпиаде 4 группы в Виталии завывали санглисты. 62-го в 82-м году чемпионат Советского Союза по самбо «Аллипийский выбор» был сборной команды СССР. То есть качество уже выше головы, оно было таким серьезным. Поэтому это не тот судок, который вообще не привез из него. Он сам, собственно говоря, уже и классификацию, термонологию. «Аллипийский выбор» и многие дырёмы он уже адаптировал к фото, особенностям нашей страны, нашего интеллигента и так далее. То есть в чистом виде он не мог развивать забилы на территории Советского Союза. Поэтому вот так коротко, как создавало самбо. Но очень интересно, что самбо – это единственный спорт, а царь из-за которого русский. Но, вы знаете, наши владельцы это заявляют, я как функционер, непосредственно занимаюсь спортивной составляющей, не очень с этой позиции согласен. Почему? Потому что для того, чтобы сам инфигурировать полноценно международное спортивное движение, все равно нужен язык тот английский. Понятно, что у них все патриоты, и там где-то у нас там в глубине мы родим за свой вид спорта, но для того, чтобы развивать, русскому можно доносить. Одна из проблем, с которой мы столкнулись, есть же много способов передачи инноваций, в частности, победнологии. Да, допустим, если каратей, джидо развивается, весь мир в районной языке терминов Японии. Если развивается тэквондо, корейский язык, да, в юридор искусств, все тренеры, все спортсмены в районной языке корейки. Допустим, но есть технология, когда мы переводимся на английский язык для учебников, для пособий, для коммуникации, то есть все равно существует параллельный язык, который заменитель, который является универсальным для всех. И мы пытались тоже пойти, потому что, допустим, техника, терминовый самбо, это такие баталии, подсечка, зацепки, да, патхам, то есть эти термины, собственно говоря, очень любому человеку понятно, потому что они взяты из быта, из нашего языка. И хотя, когда мы говорим там, партнер, это пришло из французской борьбы, там допустим, супрэсс, да, то есть раз он через Вот эти термины явно влияния французской борьбы, и они остались до сих пор даже чуть отсюда уже в текущей борьбе. Поэтому я бы сказал, что да, русский язык по тайности, и одно из направлений, просто называется литерацией, когда мы с латинскими буквами использовали названия, которые использовали, применяются те термины, которые мы использовали в общем-то в России. И попытаться наши ОХД со всего мира, чтобы они использовали их технологии, они в принципе к этому готовы, они учат. И когда я проводила семинар на Африканском, я уже разговаривала себе сама. У меня были слушатели, которые на русском языке произносили очень качественные юзипермины. Но это вот индивидуально, в принципе, очень одержимые люди. Спасибо. Сергей Евгеньевич, расскажите, пожалуйста, вообще о международной Африканском САПО. Чем она занимается? Чего вопросов приведет? Ну, у нас сама федерация существует. Сама из них была. Да. Знаете, эта история очень такая своеобразная. В 66-м году САПО вошло как дюйма цветов борьбы в Международную федерацию борьбы. И наряду с классической борьбой и вольной борьбой, то есть САПО вошел в спорту. Этой федерации. И до, собственно говоря, 84-го года мы были частью большой семьи. Но мы все равно были властными. То есть понятно, что САПО по разнообразию технических действий, по вариантам захвата. САПО, конечно, нам богаче. Это не упрек и не пытаясь, как бы, сталкивать буквально с греклимской и мурной борьбой. Но САПО в своем арсенале, конечно, он более зрелищный, более свободный, более прикладный. И я понимаю, что, наверное, функционеры ФИЛа немножко сдерживали это развитие. Каким образом ли они направивались, каким образом пытались притянуть к другим видам борьбы. То есть найти какую-то общую платформу. И вот с 66-го года по 84-й год, вот, собственно, она уже 85-го года была создана Международная Федерация ФИАС, которая выделилась из ФИЛа и по процентам самостоятельно начала развиваться. Ну, и это, так сказать, рождение Международной Федерации самбо. И, ну, проходило различные периоды. Безусловно, развитие самбо, как я уже вначале сказал, это продукт Советской эпохи. И отпечаток, безусловно, я продолжил, я скажу, какие-то, какие-то, какие-то коронные вещи. Вот мои наблюдения, анализ, это вот этот процесс лагеря, да, то есть, то, как ни странно, Монголия, Болгария, Югославия, да, сегодняшняя Сербия, они развивали самбо. Польша, ГТР, Румыния, Венгрия, в принципе, они самбо развивали. Ну, можно сказать, что это случайно, что, например, на самом деле это некий протест против насаждения какого-то советской культуры. Ну, сегодня мы видим, что для нас это уже историчные, потому что это большие братья, наши коллеги, это и политику, да, торгать. Но вот этот факт, он говорит о том, что самбо в этих временах не существовало. Хотя бы, я не знаю, все ели с коробочкой, да? Вот парадокс. И сегодня в этих странах есть самбо, есть самбо. Очень много наших граждан выехал и хотя бы мы продолжаем заниматься. То есть, ну, восьмое ваше официально, потому что больше ста стран действительно в той или иной мере, где-то очень сильные страны, и даже и страны, и федерации, которые уже, в общем-то, соперничают к своему начальнику, да? И даже умение, Франция, Венесуэлла, то есть в отдельной дисциплине категории и дисциплина. Сейчас чемпионом мира стал конверовницей, второй раз стал чемпионом мира, в финале выбором россиян. Причем выбором, ну, достаточно серьезно. Поэтому мы все-таки говорим, что вот за период, ну, как бы, с 85 по сегодняшний день Международная Федерация претерпевала различные периоды и взлеты, и падения. И, ну, вот, скажем, последний период, 15 лет, когда мы были вместе с Васим Борисовым Шестаковым, не секрет, что Василий Борисович был партнером, ну, относительным партнером, скорее, товарищем, по которому они вместе мы были лучше принимались в Питере. В принципе, Василий Борисович Теревовый месяц. И даже сам факт, что Константин стал партнером или генеральным спонсором, потому что так будет сделать, в общем-то, без взлога и Василий Борисович. И то, чтобы, в общем-то, они были близкие с нашими предметами. Поэтому я считаю, что вот этот последний период, из-за этого взлета, то есть вот эти последние 15 лет, ну, и все-таки, когда я ознакомился с Василий Борисовичем, как идеолог спортивных составляющих исполнительных дел, мы много добились сегодня, которые мы имеем в виду взлета, но ярких взлета. И это временное, а потом, постоянное признание Международной Федерации Международных Комитетов это проведение уже топов соревнований на достаточно серьезном уровне, например, для эскарственных соревнований в суду, как олимпийский вид спорта, да, то есть, в общем-то, многие технологии на современное вооружение современное. Это участие в мультиспортивных мероприятиях, как, допустим, Всемирный университет, который был у нас в Казани в 13-м году. Причем я был техническим делегатом в суду, и через три дня самого, то есть, на одной площадке, на том позе, где мы в Минанце, в Минанце, в Минанце, в Минанце, в Минанце, в Минанце, рецептиndelate fällt Ibiza то есть, если олимпиады, я сам, собой мы gatehave со всего, ну, скажем таким про образом, участием в новых олимпийских играх. То есть, это, ну, сейчас мы... мыpolин endure-приятие, мыссофttal теперь спортсмutter, много стран, мы собрали там около 50 стран в гурлату, ну и сам уровень, например, наши спортсмены проживали в олимпийской деревне, Это и церемонии награждения, и формат проведения соревнований. Мы провели участие благодаря европейских матунов и в Минске. Мы проводили азиатские игры, пляжные игры, новые дисциплины. Вместе со своими студентами в стенах нашей университеты мы создавали новые дисциплины пляжные соревнования. Соответственно, пляжные игры в Таиланде, Таиланде, Вьетнаме. Это самбо в играх азиатских закрытых помещениях. Это довольно большие. То есть, мы с нашими отцами уже о самбо, уже говорят, знают, признают. Мы со своим самбо уже нас всех замучили. Ну, то есть, мы под 15 лет работаем хорошие спецы. Ну, не говоря про Россию, мы только сейчас говорим про Международную Федерацию. То есть, у нас, в общем-то, все делаются четыре сетки, третья Всероссийская Федерация. Ну, вот я с ним сорок лет уже вместе работал. Мы в одном зале принимали университеты детей, а потом, в следующий год, в сентябре, за это мы получили со своими тренеров. И это проекты самбо в школу, самбо в ПТО, самбо в Грузе, самбо для стюардесс, самбо для... Ну, то есть, вот для меня самбо, лично больше, чем просто борьба с самбо, как мы раньше говорили, в конце концов. Ну, как-то и год вас прошел, как-то более отличная матрая. Вы знаете, вот, даже вторая половина, она такая очень тяжелая. То есть, с порта фото, компа действий, да. Дочка Олегийского комитета – это Треть Игорь. Моя история в 10-м году в Пекине на Олегийских объектах мы проводили. Потом в 13-м в Санкт-Петербурге мы проводили. И вот сейчас в Саудовской Арабии, это влияет на строительство в Саудовской Арабии. Мы добавили самбо для стюардесс. У нас была категория. То есть, в принципе, вот это направление для глухих и слабовидящих. Значит, мы ввели эту дисциплину очень удачно. Прошли соревнования. И, в принципе, руководство спорта, которого мы, наверное, среагировало, мы ввели впервые в шестердерей самбо. Потому что очень много было скептиков. Вот, занимайтесь художественной гимнатикой, занимаетесь там, ну, всегда на плавном. Но сегодня, и в принципе, и журналист Олимпийский комитет, и различные спортивные организации, они нас приняли к тому, что, как мы говорим, гендерные равенства, чтобы всех делить спорта, и, собственно говоря, это предъявить много, когда люди видят спорта, и занимаются так женщины, как и мужчины. И попробуем, и у нас получилось. И даже слептики сказали. Слушайте, очень нравится. Не берут в личном поле. Хотя, ну, понимаете, мы же тоже исследовали вопрос. Наши электронные чемпионки мира идут в 90-х проектах. То есть, получается, что мы, если мы каким-то образом не обновляем этот процесс, значит, этот процесс будет развивать сам по себе, и мы просто наш электронный интеллект. Поэтому мы сделали этот шаг, и я считаю, что эксперимент был весьма удачным. После этого я сразу же из Зооминской Аравии перейдил в Ченг-Му. В этом году там была третья ингрессиада СИСУ. И в 25-м году планируется проведение «Больших игр», «Инга». Это организация, которая занимается нередицей и гибридом спорта. Достаточно серьезная организация. Уже не о таком проекте, потому что это уже запах олимпиады. По поводу включения программы олимпийских игроков, говорит, ну, насколько это реально, насколько это возможно. К сожалению, нас включили после того, как была создана программа «Инга» ближе. Хотя у нас достаточно серьезная история, и хорошая традиция. То есть был шанс, да, но мы опоздали, потому что программа была включена. Следующие игры будут в Америке. И понятно, что, ну, американцы, ну, то есть сам воспринимается, как, ну, правда, в Советской эпохе, а сегодня, в общем-то, когда он приедет из Советского Союза в Россию, собственно говоря, воспринимается самая партистная Россия. Поэтому все будут улыбаться за эти добрые слова, но сделано так, что, ну, все-таки, как и сделали. Сам не может быть. То есть будет сейчас леден, будет еще какие-то, да, но не сам. Следующие – это уже Австралия. Ну, собственно говоря, я думаю, что быстрее и реально пройдет партлельбийские игры с нам слышащими и со стилдами. Значит, допустим, огромный официальных игрок, потому что, ну, как мы сегодня видим, средства массовых информаций, что спорные политики, ну, к сожалению, очень много всевозможных интенсий в нашем руководстве, потому что все-таки это руководство российское, что мы, в общем-то, пренебрегаем от лавы, от гимна, что мы должны способствовать здесь по первым окошкам. Но очень сложная ситуация. То есть нам нужно сохранить, с одной стороны, вот это олимпийское признание и наш статус. С другой стороны, негативно теряет на Россию и на Беларусь. Ну, и, собственно говоря, несколько дней назад мы вернулись из Еревана, где победы чемпионат мира, и, да, уступали атлеты и с Украины. Да, у нас было договорено, что не будут рукопожатия, но, в целом, если не так, как уделом окрасивого чемпионата, не было конфликтной ситуации, не было никаких претензий, не было никаких демонстраций, то есть все прошло очень спокойно, то есть люди выходят, далее, там были какие-то девочки, или даже боевиков, то есть боевое самое. То есть это была обычная спортивная претензия, но единственное, что не было нашего ритуала, действия. Ну, мы, как-то, решение у исполкона приняли, что это допустимо, но, тем не менее, в принципе, сборяжение произошло, здесь там много страны, и их риту частного, церковного медали, но и в целом. То есть мы считаем, что для сохранения мира, даже на КВН, на Санкт-Петербурге, то есть это маленький, маленький, такой вклад в нас, вообще-то специализм. Спасибо. Вы рассказали, что федерация организовывает очень много мобильных чемпионатов ежегодно, и я хотела бы свой вопрос с адресователем Вячеславовичем. Скажите, пожалуйста, в чем вообще секрет проведения успешного спортивного мероприятия? Поделитесь своим опытом. Вы понимаете, когда пожилые новеводства, единоборства, различных подстатьев, работа в комиссии, здесь сам занимался производительным набором, в том числе, тренировал, используя простые приемы. И сам бы, как бы, у нас виды наборов могут смотреть по-разному, но прежде, чем о чем-то сказать, хотелось бы обратить аудиторию похлопать и ударить компанию «Город Снег». Спасибо. Про то, как это бывает, наверное, посмотреть на эти спорты страны. И первый пункт, конечно же, хотелось бы, самым поддерживали различные интересы, например, это поддерживая компания «Город Снег» просто старается делать этот способ приобретания нам оказывают поддержку, потому что в нашей группе и те главные программы проводят замечательные мероприятия, организовывать другие различного рода ивенты, которые привлекают к нам медикам, которые привлекают болельщиков, и поэтому, чтобы у нас было больше компаний, мы должны громче, больше громче кричать, посильнее полу-два, когда помахали видео на камеры или на фотообъективы, и тогда к нам подняться потому что, когда сегодня инструмент потребитель очень чутко реагирует на сильные пастырные загусты, которые в том числе сильно присутствуют в информационном пространстве. Давно по мне на самом деле по территории Санба сейчас расскажу, и поэтому к сожалению о том, что если без Санба его поле зрения это выпало, и я бы не особо видел. У меня есть хорошие друзья там, есть организаторы, которые работают в системе Санба, но я смотрю по другим и когда мы говорим успешно, мы должны думать о трендах, которые существуют, увеличение объема информации о мероприятиях, пуляризация не только на федерации, оно такое, рутинное, рабочее, но необходимо создавать с спортсменом, тренером, Магнаем Чеху, Андрей Дорова, Андрей Харлампио, я не думаю, что обыватель не знает современных тренеров, которые готовят чемпионов Натана. Я не слышал про спортсменов, о которых говорит большинство. Конечно, там, говорили о своих ребятах. «Недавно была Шагира Зима, и это основная презентация. Я хочу найти первую еру. Интересно, много многих людей, которые давно не видел, мы пришли на тренера континурии. Благо, что были в континурии, на средней высоте, достоин, деньги, наличные, но это инструменты тренераторы, но пока этот инструмент работает на тех, кто уже сам, тех, кто его понимает, тех, кто его любит, и я могу предположить, зная мнение того, как продвигаются различные любители, именно подобные ресурсы. Тех, кто любит сам, уже себя напряженным. Тех, кто любит сам, уже различные официальные деньги, лайки, репосты и так далее. Но обыватели они еще ждут, ждут работы в моем городе, основанных клубов, в различных мероприятиях, и одной из задач, конечно, должна просторку эффективного мероприятия это подготовка в моем городе. Давно предположим, что у нас все хорошо. Народная операция, работают все российские, работают, занимают, когда компании поддерживают, мы же говорим о том, что появится внимание, появятся СМИ, появятся люди, их будет больше, они будут более активнее требовывать контент для себя, качество для себя, и они поискутся, находятся в спорте. с правилом. Это правило, кто здесь чемпион, будет ли это пропутация, будет ли это непосмотрим новая реакция. Современный человек уже смотрел на начинку продуктов, и поэтому надо узнать средства, которые должны создавать виртуальные современные продукты, что там морковь, современного человека. Я считаю, что развитие самбо, это дело молодежи. мы преодолели женщину здесь только потому, что у вас еще одно официальное влияние. Но я думаю, что дети представили нас в такой виртуальной модели, мы пришли в такой красивый футболочке с таким интересным дизайном, посещенным самбо, и говорили о более традиционном языком, потому что мы это делали. И нам бы хотелось, чтобы за нами были ребята молодые, потому что они молодые споры. С учетом тех продуктов, которые существуют. С учетом тех форматов, которые смотрят эти молодые люди. Что делать тогда у них классические майнеры? Майнеры с классическим подходом в спортивном мероприятии. Поэтому спортивные мероприятия, для меня сегодня это димунин, эм, эм, юноши, подростки, дети, эм, 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 И я могу предположить, что менеджеров у федератора там не хватает, что они работают от Шивы, что они 24-24, что у них при наличии внимания часто не хватает банальных вопросов, чтобы сделать мероприятие интересов. Так как они, в принципе, понимают, как будет у них. Поэтому всегда хотелось бы, а не того, чтобы федераторы разрабатывали программы, которые готовили своих менеджеров и врачей, имели их поиск, бороли их за толковые таланты, румные, за темы школы, за темы лучшего образования, чтобы были программы обучения, чтобы были школы, были медиа-классы, чтобы сами клубы, сами секции, внутри тебя, и ребята, которые готовы стать говорить. Я сторонник того, что о слове спорта можно рассказать только то, что они занимают. Мне интересуются и очень интересуются. Я не верю, что люди, ребята, шамбизм, мне, ребята, что могут творить, писать, думать, что их просто поднять в телефон, что-то сделать стрим и сказать, что я сегодня на самом деле. Во-первых, у вас в аудитории, во-вторых, у детей, у людей, имеющие отношение к самбо, понимающиеся самбо, развивающиеся самбо, да? Знать их немного. У нас сегодня очень яркие мероприятия. Но, второе вопрос, скажите, кто сделал фотографию, кто сделал стрим и сказал, я в гостях у самбо. И это дружно. Я думала, что после всех сделала такой спирт. Это практически мейджер, самбо, амбассадор. Мы все должны, потому что он самбо любил стать амбассадорами по словам перед спортом. И не ждать этого мейджера, чтобы напишем, что вы уже сами пишем, рисуем, вызываем документы. А вот федерация, услуги, которые были за это опытом. Они должны быть в том числе. Это хороший, а очень спортивный продукт. Как же он хорошо, как его запаковать. Вот у нас дети расхажаются, ребята бьются. Видно, я тоже на Майкере Иванова, который тоже нашел в углу. В том числе и другие отношения к его продвижению. Вот и все. Поэтому, что конкретно, что отчетных материалов, что интервью с тем присутствующим, спикерам, монографиям. Тут комментарии. И независимо от того, что у нас сегодня происходит, мы должны гордиться. Иначе люди не придут. Люди, как я уже начинал говорить, любят сильно, успешно, красиво. Таким образом, которые они работают в клинических городах. Поэтому я, конечно, я привезу, да, в развитии официальной дете. И они не работают. Мне родилось то, что я не понимаю, кто там заражает, кто там, какие у них там военные руки. Мне проводило веселых людей. Веселых людей. И они очень рады. И я родил их кошечку. И я родил их собачь. И я родила их бога. Потому что я, как обладатель, не понимаю, что в коридорах почти не говорится. Мудрость, да? Соединенно. Люди в Америке. Я с ними не только наоборот, что меня еще никто про них ничего не рассказал. Я еще не хочу, кто в них любит. Мы вспомнили, что в свете он двигается в здание. В основном, это походы для результатов людей, для консервирования, остальных, а то есть живут в социальных сетях, где-то для общения. Мне кажется, что наши группы, наши генерации хотят лучше сделать и рассказать о себе, нежели обо мне. Зачем мне к вам приходить? Вы успешны, говорите о себе. Прозвращайте, говорите о себе успешно. А меня подойдут тогда, когда будут живые люди, приключения, радости. Пусть вокруг сам. Пусть нам хочется сам. Я хочу общаться, я хочу пробежать. Это неинтересно. И вот поэтому, завершая часть этого выступления, хочу быть самым интересным. Можно популярным. Креативным, необычным. Пусть не на татане, где ребята возьмут красивый, интересный оборот, а мокрый вокруг. Живление вокруг татами вокруг этих ребят. Кстати, был шар в одной этой компанией, которая занимается медиа-отвещением. Мы не будем рекламировать. Толковые ребята. Мы по-современному. И я им задал вопрос, в том числе, в том числе. Богу саму. И в моей компании сказал, что сегодня современные посредники будут смотреть в другой проекте военного. Если там кто-то красивый, пойдет на сценарий. Будь то деревья, будь то маленький зал. Людям можно приобретать необычный, уникальный конфликт. Дисперты, дисперты. Они смотрят умно, часто, тихо, разбирают какие-то борьбы. Но не они дают ремонты, не они дают репосты, не они часто дают те цифры, которые, в том числе, могут быть уважаемым компаниям. Потому что эта компания очень интересована, чтобы поддерживать этот турнир, проделать операции, они и обратили к инстанциям, и могли даже позвониться, что нам стало больше. Поэтому подписываемся на все рекламы, которые знаем с ангитов, следим за представителями финансового инстанциям, финансового муниципального портала. Спасибо вам, всего вашего доброго! Спасибо большое! Спасибо вам, и вы можете сделать интересный контент, в нашем мобильоне, и вы уже свои сетевые сети после этого. А компания «Руслым» может быть там, и вы, по-группу, нам лучше комментарий, когда мы мероприятны. Сегодня у нас будут проходить визы по самбо, вы можете тоже принять их участие. Спасибо! Сегодня мы уже говорили о том, что компания «Руслым» в более десяти лет поддерживает международную федерацию самбо, «Руслым» и вы назвали Сергея Георгиевича «Дело в развитиях маму». Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете это сотрудничество, и чему есть политический эффект сотрудничества, бизнеса и спорта? Участенье, Игорь Владимирович, просто после вашей… Ну, еще раз, я, как я пришла с природи, я, наверное, слов консервативный нет, потому что к носу приходилось перевернуться, чтобы ожилили в нашей жизни. Тем не менее, я занимаюсь сугубо спортивной составляющей, то есть это образование, это, соответственно, организация поединенных мероприятий. И я могу сказать, что за время нашего общения, нашего взаимодействия, у всех наших любителей, у всех наших участников в нашей мероприятии, что это стало какого-то естественного, какого-то сращивания нашего, да, что, когда мы приезжаем, соответственно, цвета, лого, это стало частью ФИАС, то есть это говорит о том, что произошло такое успешное слияние, безусловно, все крупные мероприятия компания просто поддерживает, но и даже, когда мы с вами готовились к мероприятию, начинали разогреваться, я вспомнил какие-то очень интересные моменты. в Катаре был большой спортивный праздник, и компания «Роснефть» в Катаре сделала, в том числе, площадку «Роснефть». Мы попробовали, поэкспериментировали, да, потому что мы очень зажаты, про определенные рамки, абсолютно, что мы, стереотипы там леют для нами, да, мы попробовали ковер, раскрасить цвета «Роснефть», то есть отошли от каких-то привычных, там, любого, желтого цвета, мы сделали черный-желтый коверок, и я могу сказать, что вот это выглядело очень вкусно, там достаточно интенсивно было, то есть мы в течение дня 10 минут были показательных выступлений, причем разная дисциплина, включая, в том числе, осторожные работы инструкторы из рамонов, а также, то есть для того, чтобы немножко стряхнуть на рот, да, в том числе. И в течение 50 минут была какая-то активность, то есть дети были там на коре, то есть мы учили их память, мы учили, по-моему, какие-то техники, был так, на «Онстоп», мы работали везде, на свежем воздухе, на «Газской площадке «Роснефть». был такой, ну, для меня как-то оригинальный опыт, мы сами придумали, сами все это реализовали, и я могу сказать, на площадке «Роснефть» были долг у детей, потому что понятно, что когда у них получалось, мы их поощряли и давали какие-то сувениры, мы и просто, родителям было приятно, что их дети занимаются с разными областями. В части оформления мы попробовали эту практику в Санкт-Петербурге, проводили коммерческий турнир, и с ним было также неравным спонсором, и попробовали использовать этот прекрасный зал «Роснефть», но вот смотрится, как будто это искусственно на компьютере создали этот образ, то есть это была, на самом деле, живая съемка, и смотрелся участие. Поэтому не только материально, не только визуально, не только идеологически, то есть я могу сказать, что у нас очень много общего, и спасибо вам, да, спасибо вам за то, что вы вместе, за то, что вы вместе. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я вас слышу, когда у нас идет сращивание с компанией, и минус фонды, и общая идеология, но какие-нибудь многие наборы для этих мест, это идеология победителей, идеология с ними, и сегодня время такое, что нам нужны именно люди, и в том числе эти именно компании, которые фасируют именно победителей, имеют именно люди, и делаются сильные проекты, чтобы я как-то запомнил, да, и просто, понимаете, для меня сила биброспорта – это люди, люди. Вот я вот не смываю, какие-то такие сильные люди, которые такую огромную помогут, походу пришли сюда, и действительно сильно подошли, чтобы поступить, да, на вот этот разговар. Но в рамках, как и в России, в прошлом, в стране, то есть сильные тренеры, сильные спортсмены, да, сильные там, маршрующие персоналы, или сильные мысли, сильные болельщики, сильные партнеры, сильные средства, форматов. А сила, не сила, силу, как я делаю. Поэтому очень приятно, мне очень приятно, и, в то время, немножко подбежаеет позволь, потому что одна и идеология не вместе, которая позиционируется, которая продвигает, которая проехает люди, по-другому, по-другому. Продолжение следует... 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 Это вопрос, как вы думаете, что федерация? Как вы и преподаватели, и обыватели, старайтесь ответить. Одной из проблем, которую я бы обозначил, вы видели, что у нас было очень много приманков, ну очень много. И в связи с этим нам пришли не только самые близкие, единоборные или какие угодно. Пришли традиции других стран, пришли люди других стран, пришли герои других стран, и наши ребята, жители Советского Союза, стали соблюдать эти традиции, в расчетном средстве традиции. Культурное отношение с другими традициями. Да, это было неплохо, только он намерил, возможно, украшли другие традиции. Сегодня нам как раз не хватает своих традиций, своих легенд, своих отцов-основателей, которые нам читают, и в том числе создавать байки и мифы, которые успешно создают, в том числе и японцы, и корейцы. И на эти байки мифы, героичные эспекты, которые любят ребята, которые тоже хотят фильмы, которые хотят стать успешным. Поэтому одна из проблем – это широкое освещение деятельности Федерации спортивных мероприятий, с ученым, историчности, или, опять же, позиционирование людей и нахождение своих иных интересных стран. Тогда я могу, наверное, проблему рассказать, я уже говорю, проблему кадровой обеспечения, где кадров не хватает, работа в партийной внутрении тяжело, и зло удержать, например, неформулярно, делая в спорте. Удержайтесь, да, все-таки, ездим в холст-окей, еще там немного, немного, много, большие регионы, большие бюджеты, бюджеты, и туда хочется пойти. Поэтому готов, управлять толковые ребята вот таких дешевых продуктов, их другие удержатели в спорте. И очень сложно удержать человека, пустые стандарты, но других работ, есть только там не патриоты. Поэтому, мол, желаю, молю, и из федерации, и компании, которые поддерживают создавать проекты, которые позволяют детей не вырастить, моими родами, патриотов, чтобы они не хотели сходить. Они не работали длительное время, потому что, когда они выходят, мы теряем, не теряем ресурсы, не теряем связи, не теряем работы, не теряем работы, и технологии, и мы, как в Севере, пытались, как раз, раздражить свои схемы. Очень тяжело, и так далее. Ну, когда я отвечу, проблему обращу, внимание, это, конечно, проблема, которая связана с недостаточно для ресурсов, всего интересного информационного сопровождения в том числе зубровых технологий, потому что тяжело порой людей дотащить, или пригласить, или привезти на спортивную арену, но для этого чтобы они не проводят, их можно привлечь в прав. Может быть, в лайн-транцессе, теле-транцессе, а для этого и надо подавать инструкцию, а она не только из таких атрибутов, как поставил камеру, и мы смотрим, что происходит на контакте. Это интересная привлекательная инфографика, это интересный бомбический комментатор, который хорошо понимает, что на контакте говорили, и он понимает, о чём надо поговорить, что мы недолго смотрели, это, естественно, интерактивы со зрителями, которые проваляют, будем переключаться, играть, тренироваться друг в другом вокруг спортивного поединка. Это увеличение объемов статистики, которые будут интересны как экспертам, а также понимательным статистикам, которые могут быть интересны. А бывает, как я сказал, у них будет клиповым мышлением, их нужно переключаться с различных форматов, они научились смотреть яркие фишки, яркие различные ролики, поэтому было одна из проблем, которые тоже делают так, чтобы соревнования были привлекательные. Ну, от людей, например, в выпускных коллекционных работах различных лузов, депертации, магистров, координации. Мне бы хотелось, чтобы в разных лузах писали в том, что спортивные работы могут тренировать готовность спортсменов, какие-то отдельные вещи, физиологические, наркомические возможности, чтобы те, которые готовят об управлении умом, которые будут готовить кришников, будут готовить людей, которые продаются и не выходили, чтобы они тоже вырыли у вас. Я даже не понимаю, что они есть, ребята, а для тех, я знаю, что в каждом будущем занимался люди, которые хотят быть в спорте. Им надо только поспорить сам. Или тактично, или нагло, уверенно, что это нужно, можно прикольно делать. другую проблему нет, потому что, наверное, проблемы большие. Спасибо. Очень большое. Спасибо. Спасибо. с декорацией и еще маленькое ссет семь лет девушек помогут или наоборот приучиться? давайте немножко чуть шире отвечу на этот вопрос. Знаете, вот мы рождем в СССР и воспитаны в советской системе спортивных школ. к сожалению, это одна из проблем мы очень косны. Мы нацелены на спортивный результат, на Олимп, и мы этим живем. К сожалению, когда сам готовый тренер уже в протяжении 35 лет работаю преподавать, провожу семинары тренеров. Я точно такой же был. Когда я приехал в 94-м году голодные года, нужно было просто на жизнь заработать в данную работу тренеров и я хотел революцию сделать в клубе в этом из-за есть спокойно. Вот люди идут, несут денежку, нерегуляют занятия от малого до великого. В старшей группе мама занимается с тобой с арбузной грудью, а ее регулируют младшую группу. Ничего, нормально. Я приехал с синим темному ассис и фитеров как симпатично смотрится синенькая. Пошли и за 300 долларов купили себе синенькой. Я стал законодатель моды им понравилось. И за несколько месяцев работы и перевоспитался. Я увидел себя со стороны, увидел наши самбо со стороны. Мы одержимы, мы готовы перебинтованы, грязными тренировочными борцовками через края. Мы нацеливаем свое совершенствование достижения, этот путь в город. А оказывается, весь мир живет иначе. У них нет профессиональных тренеров. У нас столько в стране и факультетов, которые готовят тренеров. в начинал разговаривать. Они пришли из одного груза, я сам на ЭППК провожу переподготовку. Кадры приходят технории, социологи, у меня даже есть комитет технических наук в МИФИ, который любит и знает сам, и в итоге это переборолы. он пришел в переподготовку прошел и стал работать с преподаванием преподавецом. У нас вот этот стереотип он давлеет. Весь мир живет абсолютно иначе. То есть, днем он работает где-то там в офисе, вечером он когда-то занимался, он надевает форму и идет в клуб тренироваться. И не всегда это источник доходов и делает он искренне, с удовольствием. По поводу семи лет, знаете, вот в 90-м году, то есть, посчитали сколько лет, прошло 30 с лишним, у нас был такой пульс девочки шли на хореографию на третьем пульсе, а мальчики шли на борьбу. Все. Легкоатлет, гимнасты, там, и так далее. И вот девочки пришли, всех в армию забирают, девочки пришли, сказали, а мы хотим борьбу заниматься. Какую борьбу? Вы хореографии уже старые. Какая хореография на третьем курсе? Уже двадцать летние и гимнасты. И я начал заниматься с девчонками, никогда в жизни не работала с девчонками, и мы в конце этих гимнастов такие мельницы с такими винтами крутили, висячку делали, через грудь бросали. Я говорю, вы пришли, был год назад, и я из вас не взял беспокойство. И этот курс, он нам живет, он продолжает. И когда сегодня приходят наши студенты, но, к сожалению, я не могу за своих коллег наручаться, могу сказать, что за себя, что я это делаю с удовольствием, и я пытаюсь этих девочек, мальчиков, может быть, никогда не занимавшимися даже так серьезным спортом, увлечь и заинтересовать. Что сам бред, у них вот красная-синяя пудка, и вот этот ковер, что мы можем проводить занятия вот на этом полу, я научу вас безопасно падать на асфальт, я вас научу безопасно падать на мара-а-а-а-а-а-а, это никакого отношения к спорт не имеет. И когда вам хотят ударить лицо, это тоже к спорт не никакого отношения не имеет. И вот быть готовым к тому, чтобы относить. У нас, кстати, одна из работ диссертационных, одного из пришедших со стороны в работе в школе с детьми, сам бы как система физического воспитания. Мы понимаем, мы идем в конфликт существующей системы, и мы сделали безопасность жизнедеятельности, то есть как подготовить наших детей к выживанию в современном мегаполисе. И мы поменяли вектор. Мы сказали, тут есть ОБЖ, где рассказывают основные военные, как правильно надеть противогаз, там еще, потому что в жизни это очень редко бывает, а вот как не попасть. Мы приезжали в Минск, когда пошел град, и жители в город бросились в подземки после трех. И было погибло очень много людей. Просто давки. Ничего, просто давки, просто осадки. Мы приехали на соревнования, мы видим уконы, мы видим свечи, мы видим цветы. люди не могут двигаться в потоке человеческом. Они подвержены панике, они давят у Бога, никто не стрелял, не взрывал. То есть вот, в моем понимании сам в школе это умение выживать. Там подвижные игры, когда мне должны выдвигаться в руке. Тогда они по определенному сигналу должны сгруппироваться и принять положение наружу. И так далее, и так далее, и так далее. То есть вот, к тому, что поздно ли заниматься в каком-то возрасте не поздно. Опять опыт наших иностранных коллег, что если человек хочет заниматься, он должен, как мы говорим, быть любителем, мы должны его услышать идти и не готовить с него чемпиона мира. Если он захочет, он станет. Это одна из проблем международной федерации все время пытались и наших руководителей, что проведение соревнований это не самая главная цель. Если мы говорим о развитии в мире, то главное создание сети клубов, если клубов воспитания кадров современных. И тогда вот эта массовость, она даст нам соответственно вот эту уверженную ток, тех, кто будет состязаться на наших нужных соревнованиях. Поэтому одна из проблем это эта массовость. и ну допустим есть Кравмар Кравмар израильское боевое искусство и я разговариваю со своими коллегами из Израиля и говорю, это же боевое самое. Они смеются и говорят, но зато как вкусно преподавали. Люди идут и несут деньги. А что такое сам? Сам это песок под ногами. Ну вот он есть и есть и он никуда не денется. То есть в данном случае мне одна из проблем я могу под этим подписаться. Но у меня просто немножко кругозор чуть больше и я видел друг друга. Я наблюдаю за каратэ, наблюдаю за БЖЖ, наблюдаю за граблингом, другими видами я все время ищу где где мы проигрывать нашим коллегам по церкви. Да, не абсолютно являясь соперниками, а вот как их обыграть, как их обойти. Поэтому если говорить куда пойти и проводить тестирование, что ребенка оставит когда яркие какие-то надписи, экзотика. Нет. Я не знаю. Я уже взрослый человек, но я общаюсь со своим тренером, который еще старше меня. Что меня эти десятилетия связывают у человека, какая-то невидимая связь, какая-то энергетика, да? То есть вот чтобы вы нашли своего учителя, и чтобы для вас вот таким, знаете, как мы говорим, отношением к церкви, духовным. То есть вот которым мы можем поделиться, не только по приемам, но и вообще поделиться жизненными и стрельными какими-то поделками. но я так не вижу. Спасибо большое. Рады, горячие, 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 рассказали очень многое интересное про самбо. Ну и мне от себя хочется пожелать количества самбо дальнейшего развития, спортсменам новых побед. И напоминаю, что в ближайшие дни у нас в павильоне «Рослефтьев» сделают интересная спортивная программа. Сегодня у нас здесь выступает студент из России по университету спорта, пройдет показательная тренировка самбо. А на выходных многократный чемпион России по университету самбо Сергей Иванов проведет для всех желающих мастер-класс на самом вороне. Так что, ждем всех желающих. Спасибо. 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 Спасибо.